Всем привет, с вами Александр и вы на канале Борбон Кулэй, и мы продолжаем играть в самую игру Resident Evil 3, то есть в предыдущей серии мы с Карлсом спасали Валентайн от неминуемой смерти, то есть ее укусил зомби и она превращалась, и также мы узнали, что на Ракун Сити надвигается ракета, соответственно, которая снесет весь город. Ну, куда-то Карлс пропал, и мы сейчас пойдем его искать. Идем искать. Доброе утро, солнышко. Ты спас мне жизнь. Ни черта подобного. Это все Карлс. Этот долбанутый псих принес тебя сюда и все время ухаживал. Где он? Под землю отправился. Барр запасал там вакцину. Ее там достаточно, чтобы обнадежить весь город. Думает, что он справится. Я пойду за ним. Стой, ты не слышала? Город скоро взлетит на воздух. Я пытаюсь застучаться до кого-нибудь. У кого есть полномочия, это остановить. Пусть бардак разгребает он. Он профессионал. Я тоже. Ну, еще бы. Хорошо. Видимо, отговорить тебя не получится. Хранилище под землей. Под больницей. Связь с Карлсом прервалась, так что ожидай неприятностей. Так, ладно, все, пойдем. Искать нашего добанутого Карлоса. Только наберем патронов. Пистолет G18 автоматический. Так, патроны. Так, может что он тут оставил? Надо быстренько обыскать комнату. Так, подожди. А что, у меня два пистолета получается? Да, вроде бы они. А, ну да. А какой из них покруче? 33-зарядный пистолет колибра 9 мм. Справится с своей компактностью. 33-зарядный пистолет с режимом стрельбы. Очередь 9-3 патронов. Благодаря скорострельности он наносит значительный урон за короткое время. Не знаю, наверное, давай его... А как... Подожди. А как поменять? Так. Быстрый доступ. Вот сюда, да. Язычить. Может, как-то можно разобрать его, нет? Прощать, приблизить, сбросить. Добрететь, это не надо. Блин. Ладно. Когда один пистолет мы оставим в тайнике. Вот это тогда давай давай мы оставим здесь, потому что мне нахрен не нужен. Возьмем, получается, аптечку, потому что у меня ее нету. Вот это уберем. И вот еще возьмем. Вот эту хрень уберем. Так, зажигательные боеприпасы. Порох. Все, больше... Да, все, больше ничего не надо. Так, надо зарядить гранатомет. Так, хорош. Так, тут у нас, получается, больше ничего нету. Соответственно, надо валить. Так. Сумка пустая. Да, тут больше ничего нету. А подожди, стой. Чуть не забыл. Так. Подожди. Не, а что? Патроны. Как, порох для патронов? Ну, пока мне это не надо. Пошел к херам. А, не филай, с одного патрона убил. Че-то как, на удивление прям. Ну, а не слушай, этот песик прям покруче того, что у меня был. А вот, получается, у меня же были отмычки. А у Карлоса их не было. Соответственно, мы сейчас будем за Валентайн их открывать. Умничка. Красная комната не предвещает, конечно, ничего хорошего. Я думаю, сейчас, возможно, будут какие-то затруднения. Вот только сбоку не нападайте на меня. Да, тут у нас... А, ну вот, получается, я сюда иду, походу, в подземелье, где мне и надо найти Карлоса. Скорее всего. Скорее всего, да. Так. Так, какая-то автостоянка. Это должен быть путь под землю. Ну, по-любому, это путь под землю, иначе-то никак. Так, а это... Блин, никуда не уберешь. Блин, а мне... А, вот. А че, место, блин, не освободилось? Так. Давай, наверное, вот эту хрень я выкину. А, не, давай вот эту вот выкину. Два патрона мне, в принципе, не особо пригодятся. А вот гранаты сделать можно будет, кстати. Вот че-то мне кажется, что сейчас какой-то босс будет. Так, это типа лифт, наверное. Да. Едем под землю. Так, давай быстренько. А, ну тут, ладно. Тут пока не буду ничего. Как же никто в больнице ничего не заметил? Так, тут че, у нас ничего. Так, довольно-таки пустое подземелье. Пока не зомбаков, ничего интересного. А, ну зато трава есть, ну. Еще бы. Ух ты. Это типа че-то реной эффект? Прикольно. Это, а че, откуда дальше? Как, где-то подъем, наверное, должен быть. А, вот, джи. Че-то я не заметил сразу, что здесь рычаг есть. Ну, что ж, пойдем проверим, что тут у нас за той зеленой дверью. Главное, никаких неожиданностей. Вот, отлично. Хотя бы дали время, точнее, не время, а возможность сохраниться. Так, давай вот это объединить. А, не получится, да? Так, давай пока сделаем вот так вот, чтобы я мог создать патроны. Объединить с этим, хорошо. И снова достанем наш дробой вид. Да куда ты, не буду я ничего оставлять тут. Херня, страдаете. А, типа по 60 патронов, не больше, ладно. Уведомление в лифте. Всем работникам, мы выявили проблему с электрощитом, связанную с тем, что одновременно использование тяжелого машинного оборудования перегружает его и приводит к перегоранию предохранителей. Если вы столкнулись с подобной проблемой и не можете запустить лифт, сохраняйте спокойствие. Соберите предохранители со вспомогательных генераторов, расположенных вокруг склада, и используйте их для запуска основного генератора как можно быстрее. Так, цель ясна. Вот, подсумок. Неплохо. Давай мы сохранимся на всякий случай. Если нас замочит какой-нибудь зомби. А может и не зомби. Просто с ума сойду. Так, тут я... Да, тут я не могу выйти, ладно. Тут ничего нету. Так, дробовик я, наверное, пока оставлю с патронами. Постреляю с пистолета, с него... Патроны, в принципе, не самые мощные. Лучше автомат и дробовик сохранить. Ух ты. А кто мой дело? Вот он, этот мудак-предатель. Это он меня что-то не видит или что? Или он придуривается? Ладно. Я думаю, разберемся мы с ним. Там кто... Какая-то странная сгнившая жопа висит. Ну ладно. Сейчас мы с ним разберемся. Подожди, а что, как отсюда выбраться? А, ну тут можно спрыгнуть. Я до тебя еще доберусь. Белобрысает и скотина. Ну, эти, естественно... А, ну это дохлые, да? Да, их... С ними ничего такого... Не случится. Ух ты. Должен признать, ваше упорство вызывает уважение. Но боюсь, нашим играм пришел конец. Думаете, все кончено? Так, мне надо... А что мне надо делать? А, типа, надо найти вот эти предохранители, да? Которые мне... Да, два штуки. Которые мне говорили найти. Ну ладно, найдем. Ну сейчас вы все равно не ожили. Ну ладно, это хорошо. Не ожили. Ну тут остается только вот этот лифт. Или что это? Ух ты ж, тварина. Что, специально скинул на меня? А, это же трупак все-таки. Ни хренал стрёмный. Да пошел ты нахер. Он регенерирует? Серьезно. Он что, непомираемый? Неубиваемых нет. А он там так и стоит, гад так и не ушел. Походу ждет, пока я до него доберусь. Мужик, я иду к тебе. И явно тебя это не обрадует. Так, тут у нас... Вот, есть один предохранитель. Так, еще надо два найти. Так, тут у нас есть трава. То есть будет что покурить. Порву ваш. Патроны для докловика. Это тоже хорошо. Так, ладно, прям спустимся. Так. А, вот тут я еще не был. Тут тоже патроны. Патроны. А, и все, да? Да, больше ничего нету. Ух, ты же блюдок. Ты что, специально это делаешь? Блядь, еще и собаки тут. Да, ну тебе нахер, а? Вы на кого лаете? Сучки облезлые. Так, ладно. Это что у нас? Патроны для штормовой винтовки. Так, тут у нас... А, тут не поднимешься. Ладно, пойдем. Но ты издеваешься. И че? Вот стоп, удовольствие откроется, да? Не, не открылось. На, вот обход есть. Упади. Тупик? Нет, стоп. Вот есть проход. Так. А, цветочки? Я когда приду, подарю ему их. Так, тут уже их не добавишь. Ну ладно, пускай валяются. Может быть пригодятся, может быть и нет. Так, это что у нас? А, понятно. Ладно, давай сначала осмотрим, что здесь есть на... Вот эта лестница. Так, тут какая-то дверь. И куда-то она явно ведет. Подохнет. И опять эта тварь, которая регенерирует. Я думаю, кто-то за дверь есть, но там никого. К счастью нету. Записька работника. 12 сентября. Принято в номер... Номер 2, лечит N2. Короче, какой-то кабинет. 45 мужчин, 32 женщин. Ликвидировано 60 мужчин. 89 женщин. Что-то немножко нелогично. 15 сентября. Это какой-то... Типа карантин. Сколько принято, сколько ликвидировано замороженных. Ладно. Какая-то бесполезная информация. Так. Тут что у нас? Это тоже дверь какая-то, да? Так, а здесь я по-моему был, да? Или нет? Нет, здесь я не был. Ладно, да. Сначала осмотрим помещение. Сто пудового начала, да? Да, это начало. Ладно, не помешает еще раз сохраниться. Не помешает. И пойдем дальше. А тут я был и не был, я не помню. Был и не был. Ух, опять тварь это... Да ну тебя нахера. На тебе, в черепушку твое бесполезное. Хероси, у меня жмакнул-то неплохо. Так, давай вот это объединим. Так, хорошо, хоть место освободилось. Так, это у нас на четверку. До конца зарядить его. На хер надо, я учусь с автоматом. Ааа, нет, патронов мало. Ладно, дробови возьму. Он хотя бы с первого раза валит. Вот. Еще одну нашли. Осталось еще один найти. Хотя, подожди, нет. Мы нашли два, и один был на месте. То есть, нам больше искать не надо. Все, идем обратно. Идем обратно. Так. Надеюсь, не заблужусь. Все, ждешь меня, да? Челысая обезьяна. Сейчас я подойду. Подожди. Так, вот тут надо подняться, скорее всего, да? Не просто же так я опустил этот лифт. Я надеюсь, не просто так. Так, тут вот. Че ты? А, чуть всего лишь ради патронов. 12 патронов, как бы. Ну, такое себе. А, ну вот, подожди. Он мне поднял наверх. А это что такое? Этот опустит. Вот. Все, я, походу, на верном пути, да? Надеюсь, по крайней мере. Тут что-то есть. Патроны для штурмовой винтовки. Высококачественный порох. Ну, прости, чувак. Ну, тебя... А, ну вот все, огонь. Я думал, некуда положить. А сейчас что-нибудь да будет, смотри. Подозрительное, слишком пустое место. Это же звуки слышу, не очень приятные. А, блин. Я очкую. Ладно, пойдем. Че, не в России живем, что ли? Привыкли? Мать вашу. Я сговорил. Сдохните, твари. Хорош. Обожаю дробовики. Просто массово выносят. А, нет, подожди. Вот он, последний. Я думал, я все нашел. Ладно, надо что-то выкинуть. Так, 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 так. Так, давай на по кругу объединить. Да, вот, как раз, место освободилось. Ладно, поехали. Поехали. Так, тут у нас что? Порох. Так, тут один порох. Надо что-то с этим придумать. Давай вот эту хрень выкинем, потому что мне нахер не нужна, поэтому и объединим вот эти вещи. Ну, прости, чувак, для тебя места не хватает. Блядь, я чуть своей тени не испугался. Вот сейчас там тоже откроется дверь. И стопудово. Ну, я же говорил. Ух ты, опять ты, тварь. Давай. Лови в харю. На, покушай. Сдохни, я сказал. А, так, это ватт, а, смысле и этот. Главное, идет сзади меня. Откуда ты встал? Я же вас, в принципе, прикончил всех. Так, ну, тут у нас... А, так, зеленая трава. Бен, я никуда не положу. Дать слишком много оружия, я понахватал, и теперь некуда ничего жить. Так, и куда теперь? Ну, пойдем обратно. Не знаю, кто стоит опускать, не стоит опускать его. Наверное, стоит. Мне надо спрыгнуть как-то вниз. Что, он даст, не даст мне спрыгнуть? Не, не дает, ладно. Тогда поднимем. Возможно, он помешает мне пройти внизу куда-нибудь. Так. Ну, тут только один выход. А, нет. Анда, да, вот он. Обратно идем, все. Я надеюсь, там я открыл себе дорогу. Так, а тут чего я... Там я был, не был? А, ну вот, блин, какой-то ящик лежит. А, ладно, сейчас я знаю, что он там. Так, тут ничего нету. Так. Вроде бы на правильном пути. Так, вот... А, нет, не сюда, я думаю, туда надо поставить эти предохранители. Ну, увы, не туда, поэтому идем обратно. Ну, как я предполагал, они оживают. Чувак, только ты не вставай. Я сразу тебе контроль не сделаю. Ага. Глистатые зомби, смотри. Иди сюда. А вот хренушки. Я так просто не дамся. Так, подожди. А, вот они, да. Предохранители. Так, это, получается, четвертый. Тогда, тогда, тогда. Это какой? Это второй. А, они сами... Сами встают. Следуйте за Николаем. Чувак, надеюсь, ты убежал. Я же говорил, он убежит. Черт, он сбежал. Что он здесь сделал? Так, тут он нам дает сохраниться. Будущая битва и стопудово. Так. Не знаю, взять все оружие или что-то оставить. Ладно, возьму все оружие. Вдруг пригодится. И че? А где выход отсюда? А, ну вот сюда, скорее всего, он пошел. Какой-то ящик. Увеличенный ствол. Револьвер. Ну, мне, в принципе, его некуда применять, да? Да, отстань. Да, мне его не к чему кидать, поэтому, в принципе, он мне нахер не нужен. Надо его положить... Положить... В тайник. Ну что, он мне нахер не нужен. Подожди, а куда идти? Потому что здесь как бы нету ни выхода. А, вот все. Неоконченный журнал. 26.09.13.00. Вошли в РС. Наблюдаются редкие волнения. Перехожу к заданию. 19.30. Пять офицеров полиции вступили в бой с 20 противниками. Уничтожены за 20 минут. 27.09.12.00. Попытка попасть в университет. Стая, в том числе собаки, ушла в кампус. В 64% случаев заражения и обращения происходят через 2 часа. Выживших нет. Встреча с отрядом МБ. На рассвете попробуем в первый раз. 28.09.04.30. Увели ставик в посту командования. Результат – ночное сражение в ограниченном пространстве с крупным отрядом. Видеозапись прилагается. 8.00. Окончание сражения. 7 выживших. 18.00. Неизвестное биологическое оружие применено в точке Д-18. В соответствии с приказом преследую его. Судя по всему, оно охотится. Контакт с двумя бойцами из ТАРС. Мужчина заражен. И женщина. Биологическое оружие преследует женщину. 29.09. Час ночи. А, 12 часов получается. Женщина. ДВ. Вступила в контакт с отрядом МБ. Судя по внешности и повадкам биологического оружия, оно относится к проекту Н. Провожу расследование. 0.400. Биологическое оружие замечено с обычным оружием. Судя по всему, оно твердо намерено уничтожить ДВ и хорошо знает город. Можно ли его запечатлеть? 0.700. Метаморфозы в биологическом оружии после столкновения с ДВ. Видеозапись прилагается. ДВ заражена. Реакция отрицательная. В соответствии с приказом получен образец. 30.09. 0.30. Прошло более 17 часов после заражения ДВ вирусом. Обращение происходит медленно. Судя по всему, у нее иммунитет. 0.400. Поезд отряда МБ заполучил вакцину и ввел ДВ. Кажется, ДВ готова к оценке боевой эффективности. Прошло 20 часов после заражения. Биологическое оружие действительно проект Н. После столкновения с ДВ оно меняется. Эволюционирует. Провоцирует дальнейшие столкновения, чтобы получить более подробные сведения. Что-то какие-то странные тут испытания. Да, бери сразу гранатомет, что ты за пукалку хватаешься. Вот, значит, где ты. Тайрел. Я пробился. Они готовы к переговорам. Заражен по-любому. Они отменят Авиодар. Если... И там прямо такие охренительные... Если мы доставим им вакцину с запуска... Сколько у нас времени? Несколько часов, если повезет. Тогда не будем терять ни секунды. Сюда. Найдите вакцину, идите за Тайрелом. Чё-то мне кажется, какой-то он мутный тип. Прям вот мутный. Возможно, он нас придаст. Ну давай. Вакцина должна быть впереди. Ну что ж, на испытания, да, тянем? Вот этот вот узкий коридор длинный вообще как-то... Тебе точно не нужно остановиться? Зачем останавливаться? Я тебя прикрываю. Ладно, сделаем это. Ну давай вперёд, чё ты ждёшь? А, ты чёшь, пока я пройду? Типа дама вперёд? Какой хитрый. По-любому босяра какой-нибудь сейчас. А, я ж говорил, а? Стварина. Тайрел! Давай! Не останавливайся, мы почти на месте. Джил! Нет! Беги, беги! Ах ты, мудила, а? Вот живучая же тварь какая! Чёрт! Давай, 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 быстрее! Да смысл-то закрылась от него? Всё равно у нас найдёт. Я же убил его. А, получается, я его не убил, я ему отрубил руку, и у него сейчас, получается, вместо той руки какая-то хрень большая. Мутирующая хрень какая-то, в общем. Лежать, не вставать. Так, тут чё у нас? Тут надо нам какой-то ключ, которого у нас нету. А, всё, вот это мне большие отмычки не нужны, я смотрю, да? Поэтому мы их выбрасываем. Так, пойдём искать ключ. Лежать, не вставать, я сказал. Так, давай сюда мы пойдём, наверное, потом, да? Пока поднимемся наверх. Проверим, что там есть. Если вообще тут что-то есть, ну, должно быть, наверное. Как-то она даже... А, всё, я думал, она не бегает. Так, тут чё у нас в трупах, не встаёт. Ну, и хай дальше лежит. Тут какая-то лаборатория, поди. Или типа медпункта. Так, тут есть что-нибудь интересное или нет? Или я зря сюда пришёл? А, нет, что-то есть, подожди. Для начала из синтеза вакцины поместите материалы в камеру. А, то есть мне надо самому вакцину создать, да? Синтезы? Мне самой всё делать? Ладно, попробую разобраться. Сначала надо найти это всё. Очерк о синтезе вакцине. О роли антигенов и усилителей в синтезе вакцине. Натаниэл Барт, старший научный сотрудник больницы Спенсер Мемориал. Чтобы создать наиболее эффективную вакцину, требуется как антиген, так и усилитель. Антиген отвечает за иммунный ответ. А усилитель повышает эффект такого ответа, ускоряя выработку антител. Смешав образцы этих двух ингредиентов, можно создать мощное сырьё для вакцины. Наше оборудование позволяет с поразительной лёгкостью получить из этого сырья большие объёмы вакцины. Более того, мои специальные образцы антигенов и усилителей максимизируют выработку антител, будучи в тысячу с лишним раз эффективнее обычных материалов. Возможно. Так мы получим не просто вакцину, но и средства для полного уничтожения инфекции. Ясно. То есть мне надо искать вот эту хрень, да? Из которой надо будет делать вакцину. Ну, конечно, я ещё так прекрасно знаю, как это всё выглядит. Это чё такое? Ключ от разблокировки успешно сгенерирован. Что у нас тут? Ключ от разблокировки удалён. Флэш-накопитель. Это, скорее всего, от закрытых дверей. Ключ. Так, это чё, она тут? Не спустишься, да? Ладно, пойдём. Открывать закрытые двери. Ты чё у нас? Не, да? Надо, короче, тут какие-то колбочки, наверное, помпочки всякие вставлять, чтобы делать вакцину. Так, где я, получается, я пришёл оттуда? Надо сюда. Тут я не пролезу. Контрольную голову. Так, ты и так не встанешь? Так, тут у нас... Давай, давай. Минус башка. С мозгами вместе. Тоже встал? Нет, лежи. Так, дневник Айзека Грейвза. Мне обещали щедрую зарплату и солидные льготы, но больше всего манила возможность поучаствовать в разработке суперсовременной медтехники. Для университетского преподавателя из захолустья это был шанс всей жизни, как выигрыш в лотерею. Так что я согласился, уговорил семью и мы переехали сюда, в Раккун-Сити. Как говорится, где были мои глаза, это не лаборатория, а логово монстров. Их жуткие эксперименты проводятся с одной целью, выяснить, как самым мерзким образом убивать людей. Нужно сообщить об этом, мир должен знать. Но каждый раз, когда я набираю грудь в воздуху, я думаю, Пенни и Кейси и вся храбрость улетучиваются. Тут в городе все пляшут под дудку Амбрелла. Один парень хотел украсть данные исследований. Так его скормили одному из бет. Скормили. Я все это видел. А у меня жена и дочь. Ради них я должен работать и молчать. Но я пишу это, чтобы вы знали. У меня есть совесть. И я усвоил урок. Бедный чувак. Так, ты чё? А, всё? Здесь выхода дальше нету, да? Зря я прибежал сюда. Ну ладно. Пойдём разбираться со всеми остальными. Так. А, вон, дверь. Не туда пошёл. Так. Подожди, ты куда мне сейчас надо идти? А вот здесь ещё не был. Так. Тут есть высококачественный порох. Какая... А, патроны. Это неплохо. Так, а, тут сохранение. Правила сотрудников НЕСТ-2. Внимание сотрудников НЕСТ-2. Это центр исследования Т-вируса. Ставить несколько иные цели по сравнению с основным НЕСТ. Здесь мы изучаем реальные проблемы, связанные с проявлением нового биооружия. Например, необходимость новых вакцин против Т-вируса и средств подавления биооружия. Некоторые стороны нашей работы сопряжены с риском. Поэтому от всех сотрудников требуется строжащее соблюдение правил. В частности, незаконное проникновение на территорию. Удаление рабочих данных или материалов повлечёт суровые дисциплинарные меры. Работать в величайшей исследовательской корпорации и мира. Большая честь. Мы делаем революцию в науке. Помните об этом и не отступайте от инструкции. Так, карта НЕСТ-2. А, здесь и карта была. Ну, хотя бы что-то. Так, берём травку. Крутим косячок. И готовимся к сражению. Так, давай мы тут сохранимся. А то если меня вырубят от косячка, я же заново начну. Так, ты чё у нас? В принципе, ни хрена не тебе. А, давай, ладно, одну травку возьмём вот эту вот красненькую. Смешаем герычи и марихуану. Да нахрена ты её использовал, да он тупой, а. Точнее, ах, ладно. Тут больше ловить нечего. Вот отсюда, да, у нас идёт ключ, получается, стопудово отсюда. Да. Отлично. Блокировка отменена. Ну что, кто готов? А, ты первый, да? Хорошо. Кто ещё? Вижу, вот валяется чувак. Лежать, я сказал. Хрен ли ты ползёшь там? Ни хрена вас тут сколько. Ну хорошо, хоть вы не бегаете. А то, я думаю, было бы немножко сложновато всё это. Так, тут какое-то чё-то. А, вот дверь вижу. Ненадёжно спрятали. Давай, иди сюда. На, тем рай. Так, патроны, патрона надо. Ну, два, три-ка сейчас, не скури её, пожалуйста. Объедините, сказал. Вот, вот так, да. Так-то лучше. Так-то лучше. Так, тут патроны. Взрывчатка. Так, неплохо, взрывчатка. Так, а я смогу объединить, не смогу объединить с этим. Чувак, ближе ровно. Тут какая-то записка есть. Предсмертная записка учёного. Это произошло. Худший сценарий. Каким-то образом случилась утечка Т-вируса. По приказу директора Барда, я должен заготовить вакцину. В больших количествах. Я подготовил культуру антигена к Т-вирусу. Теперь нужно добавить усилитель действий. И я получу достаточно вакцины, чтобы спасти всех выживших. Образцы усилителя хранятся в инкубационной лаборатории. По коридорам уже бродят подопытные. Но мне нужно как-то добраться до усилителя. Пока культура созревает. Если я не вернусь, завершите процессы интеза. Прошу, остановите эпидемию. Это меньшее, что мы можем сделать. Ведь это мы сотворили весь этот ужас. Да, чувак, это ты виноват. Ты же разработал инфекцию. А мне теперь за вас разгребать тут нафиг. Так, порох объединить. Так, ты что у нас? У тебя ничего нету? Подожди, тут какой-то ящик. Так, он мне нужен. Ты смотри, как прячутся. О! Это прям то, что надо, стопудово. Подожди. Тут охрен, тогда мы выкинем. А ну-ка, может, я смогу... Нет, не смогу объединить. Я смогу выбросить. Какие-то кислотные бомбы. Возможно, они мне очень сильно пригодятся. А может и нет. Ну, скорее всего, да. Так, подожди. Может, тут тоже что-нибудь есть? Наверное, тут подается питание. Уезжайте, сказал. Так. Давай, давай, давай. Хорош. Так. А вот еще ящик какой-то есть. О, вот это общая тема. Так, надо что-то выкинуть срочно. Так, давай, может, смогу... Да, вот объединим. Как раз место освобождается под спрей. Отлично. Отлично. Теперь мне точно хрен кто убьет. У меня уже три аптечки есть. Ух ты, нихрена, наш себе тут подопытных. Сколько? Есть, походу, целая армия. Жесть. То есть, смотри, какие стремные, а? Это тираны. Господи, так это тут их делают. Ну, где же еще? Так, давай. А, ну, сегодня тут на максимум пока. Пока. Надеюсь, на меня их тут не выпустят. Потому что слишком много их тут. За всем этим сто пудового стоит этот белый брызг и старый хер. Так, вот еще какой-то ящик. Да они мне готовят, слушай. К войне, походу, какой-то. По сто патронов дают. Ну, какая-то лаборатория, я смотрю. Пошел ты нахер, я сказал. Ну, чё, решили меня под этого? Под короли, что ли? Так, взрывчатка, взрывчатка, взрывчатка. Блин, да мне ее некуда ложить уже. Мне ее некуда ложить. Поэтому пусть пока поваляется. Я думаю, она мне пригодится еще. Чувак. Лучше не вставай. Тебе же хуже будет. Так, выражение озабоченности. Уважаемые директоры Франкль, позвольте сердечно поздравить вас и ваших коллег в Амбрелло и урок с завершением проекта Немезис. Это без привлечения настоящий прорыв в изучении биологического оружия, внедрить паразитов в мозг тирана, чтобы контролировать его извне. Я восхищаюсь этой революционной идеей. Тем не менее, как медик, я обязан выразить несогласие с подобным отступлением от принципов Амбрелло. Используя паразитов, вы создаете опасный прецедент. Вирусы поддаются контролю. По моему мнению, против любого вируса можно создать эффективную вакцину. Конечно, при щедром финансировании и наличии достаточного количества экземпляров. Но можете ли вы сказать тоже о паразитах? Прочитетно пытались разработать вакцину против малярии. Паразиты, подобные плазмодию, генетически гораздо сложнее, чем Т-вирус. Только безумец может надеяться их контролировать. Возможно, в вашей стране считается нормальным покупать автомобили без тормозов. Но здесь, в Америке, люди умнее. Впрочем, вы с вашей ученой степенью по экономике уже наверняка разработали великолепную маркетинговую стратегию, чтобы переубедить всех несогласных. С нетерпением жду вашего доклада на конференции в Берлине в следующем месяце. Мне же остается только искать медицинское решение этой проблемы, которую вы столь самоуверенно спихнули на нас. С уважением, директор Натаниэл Барт. Значит, его зовут Немезис. Да я как бы с начала игре это знаю. Жаль, что только сейчас об этом узнаешь. Дорогая Валентайн. Порох мне не нужен. Вот тут что-то есть. А, вот она, вакцина, стопа голода. Проберь-ка с жидкостью. Блин, надо что-то... А, ладно, давай используем. А, не получится смысле. Меня же кусали. Что за бред? А как тогда мне взять? Мне надо что-то использовать. Блин. Да чтоб тебя. Ну, этот хрен тогда выкинем. Образец усилителя. Их добавляют к антигенам для усиления реакции иммунной системы. Так, теперь мне осталось найти антигель. Что-то... Какой-то хрень, короче. Еще одну. Какую-то еще одну хрень. Так, ну все, идем обратно. Я еще не был в одной дворе, которую я пропустил. Поэтому идем туда. Вон туда все равно я никак не попаду. В ту лабораторию. Блядь. Ты че, тварь? Нихерна во сколько. Да ну тебя... Нахер, тварь. Вот че так резко выскакиваете. Вот так и знал. Вот невозможно же все просто взять и пройти. Без проблем, в смысле. Чувак, лежи, только не вставай, а? Проблем не берешься. Так, а вот, да, вот здесь как раз есть подъем на следующий этаж. Так, тут че у нас? Извещение о доставке. Груз Немезис. Дата доставки 0109-1998. Тип доставки материалов первого класса опасности. Дополнительная информация. Все перевозки на территории США осуществляются вертолетом. Соблюдать особую осторожность при взлете и посадке. Во избежание самоактивации при ударах по таре. Мы в европейском филиале. С нетерпением ждем ваших оценок новейшего прототипа. Рады предоставить вам детестированный данный экземпляр. Он прошел множество испытаний, но обладает огромной разрушительной силой. Так же соблюдайте максимальную осторожность. Дэр Герман Франкли. Главный разработчик. Так, тут мы походу по чуть-чуть узнаем о том, как создавался Немезис. Что такое Немезис. И что это просто охренительно опасный чел. А, вот еще одна. Дай мне ее сюда. Отлично. Теперь у нас есть еще одна ампулка, которая необходима была. Так, блин, надо что-то опять выкидывать. Так, они меня не ударили, да? Блин, обладает, чтобы ударили. То я ничего не могу взять теперь. Вот это вот выкинем. Образец антигена. Точно нужен для вакцины? Да? Ты зачем встаешь, а? Ты же понимаешь, что это бесполезно. Запрос на выдачу оружия. Уважаемый Дэр Эммерсон. Настоящим я официально прошу выдачи всем сотрудникам, участвующим в приемке и ликвидации подобных экземпляров, того же оружия, что есть у отряда по биосинтезу. Эти экземпляры менее опасны, чем наши биопродукты. Но, по моему мнению, оружие все равно желательно. Причины указаны ниже. Недавно некоторые экземпляры мунтировав приобрели высокоразвитые способности к регенерации. Наша команда называет эти экземпляры бледноголовыми. Мутация проявляется регулярно, но причина ее до сих пор не выяснена. Поразительная скорость регенерации бледноголовых делает трудным нанесение смертельного удара с помощью стандартного оружия. В случае какого-либо ЧП на нашем предприятии мы, к сожалению, не сможем эффективно защищаться. Поэтому я прошу предоставить всем сотрудникам в отделе доставки и обработки более мощное оружие, способное уничтожить бледноголовых. Это позволит нам быстро ликвидировать угрозу и эвакуироваться в случае ЧП. С уважением и благодарностью. Габриэл Рид, менеджер по доставке и обработке. Так, порох. Ну, сорян, чувак. Я тебя не возьму с собой. Патроны некуда ложить. И чё? А куда идти? Чё-то я не... А, всё, туплю. Да-да-да, всё, идём создавать вакцину. Так, теперь идём обратно. Сейчас прям он тут встанет, чувак, не? А нет, я его убивал уже. Он не должен встать. Так. А был я, получается, вон там. Надо вот сюда идти. Так. Вот сейчас по-любому кто-нибудь вылезет. Нет? А чё? Почему не открыта дверь? А чё такое? А как? Странно. А почему я не могу пройти туда? Ба. Ну ладно. Ну здесь я, по-моему, не был. Тогда мы идём... А, да, здесь я вроде бы не был. Идём обратно вот сюда тогда. Я не помню, где... Должна создаваться вакцина. Блин. А почему... Почему я не могу... Здесь я... Опять ты живой? Ты издеваешься? Блин. Где-то здесь же должна быть. Ну давай ещё раз попробую. Это, скорее всего, после создания вакцины я смогу здесь пройти, да? Ладно. Пойдём искать, куда нам идти тогда. Ну точно не сюда. Ну два попробуем подняться. Я не помню, здесь я был, нет. Был, не был, не был, был. Да, вот она. Отлично. Так, создаём вакцину. Так, использовать. Отлично. Обнаружен посторонний материал. Небольшое, что-то путаю, либо пропустила этап. Так, я попробовал вот это, да? Давайте попробуем теперь. В смысле? Чё я не так делаю? Да, чё-то я... Чё-то я не то делаю. А ну-ка. Чё-то я делаю не так. Возможно... Вот тут, что надо сделать. Нет, да? Странно. Ну-ка. Может его... А, его объединить надо. Всё, 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 всё. Я дурак просто. Да, Петрил только сейчас. Так, давай. И чё? А, так. А чё надо делать? Типа, чтобы было равное количество, да? Так. Так. Ну. А, типа, чтобы было всё на 50. Всё. Так. Нет, не то, не то. Так. 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 Почти. Так, так. А, нет. Нет, нет, нет. Назад. Да чтоб тебя. Вот, отлично. Я знал, что я это быстро сделаю. Идёт синтез вакцины. Да. Синтез завершён. Извлеките ёмкость с вакциной. Извлечём. Отлично. Шикарно. Идёт всё замечательно. Ну, я так и знал. Вот, как всегда. Вот и бой. Третий, получается, с Немезисом уже. Или четвёртый. В общем, хана. Опять. Сбегите из комплекса. Чё, я её поранен, нет? Сейчас по-любому буду биться с ним. По-любому. Ну. Хорош. Отлично. Давай, давай, давай. Здесь вставай, а. А-то мне надо чё, нажимать, держать или чё? Да возьми ты дробовик и стрельни в него. Или гранатомёт там, не знаю. Отлично. Жесть. Хорошо, он достал уже. Так, у меня получается экипирует, да? Судя по всему, тут что-то много пороха всякого. Так, ладно, подожди. Взрывчатка. Нет, подожди, подожди, подожди. Так. Давай мы, наверное, лишнее уберём сюда. То есть, пппп, что убрать? Ну, нож, в принципе, мне не нужен, поэтому я его уберу. Порох тоже не нужен. Блин, пока что. Патроны лучше взять. Этим гранаты всякие. Потому что... Судя по всему, у меня будет мало одних патронов. Так, патроны это чё, дробовика, да? Так, давай тогда одну вот эту хрень и берём. Отлично. Блин. Жаль, нельзя их два штуки взять в один слот. Ладно, пусть пока останется. Всё зарядить, чтобы всё было готово. Отлично. Так, сохраняемся. Очередной раз. 31. И идём на войну. А, подожди, стой, 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 стой. Тут что-то есть. Ликвидационный центр. Протокол ликвидационного центра. Данное помещение предназначено для ликвидации результатов биэкспериментов НС-2. Мощные растворители обеспечивают ликвидацию любого биологического материала, живого или мёртвого. При использовании ликвидационного центра соблюдайте все протоколы безопасности. Перед началом ликвидации убедитесь, что в помещении нет сотрудников. Всегда используйте предписанный объём раствора, независимо от размера или массы материалов. Если материалы реагируют агрессивно, не прерывайте процесс. Оставьте помещение наполненным минимум на 12 часов. А перед сливом убедитесь в полном растворении материала. Ну а с вами был Бурбон Плей. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк этому видео и оставлять свои комментарии. И ждите следующей части. А на этом мы заканчиваем. Всем пока.